Социальное самочувствие села формируется по разным параметрам. Это и развитая инфраструктура, и обеспеченная жильем, школами, детскими учреждениями и качественные медицинские услуги. Новость с сегодняшнего дня. Чувашия в числе восьми регионов страны названа лучшей по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности. Уже два года в селах и деревнях республики строятся фельдшерско-акушерские пункты. Это первая врачебная помощь, которую можно оказать на селе. В ней нуждаются и дети, и взрослое население. Сейчас в строй действующих введены 60 ФАПов. К концу года запланировано открытие еще 40. Таким образом, задача, поставленная главой Чувашии, еще в своем послании в 2012 году будет реализована. Доступность и качество услуг в здравоохранении определяют уровень жизни каждого из нас. Еще один важный факт – именно с этого года наметилась положительная демографическая ситуация. В 2013 году естественный прирост составил 1027 человек, и данная тенденция сохраняется по сегодняшний день. Количество детей в многодетных семьях за последние два года увеличилось на 11%, то есть в семьях чаще стали появляться третьи, четвертые дети. Республика осуществляет помощь в виде дополнительных выплат за третьего и последующих детей, а также выделяет земельные участки под строительство жилья многодетным семьям. Своеобразный рекорд 2014 года – открытие 15 детских садов. Не каждый субъект федерации может похвастаться этим. Еще один важнейший показатель социального самочувствия – продолжительность жизни. По данным статистики, ее средний показатель в Чувашии перевалил за 70 лет. В ноябре 2014 года принят указ главы республики Михаила Игнатьева по снижению на 2,5 года планки трудового стажа для получения звания ветеран труда Чувашской республики. Это предоставит право на получение мер социальной поддержки не менее чем 10 тысячам жителей Чувашии.